привет всем друзья сейчас я пришел провести солнышко в одно из самых популярных мест на пляже аромболя и мандраман как раз на границе находится заведение это food planet есть такое кафе терраска симпатичная можно на шезлонгах лечь солнечко сядет поэтому я здесь расположился у краешка вот пришел сюда возможно сегодня здесь тоже кого-нибудь встречу со своих новых знакомых такое здесь меню очень удобно но и русскоязычное и англоязычное то есть в принципе все есть обычный блин с коробой вегетарианские темы с курицей бургеры как видите в принципе цены от 150 до 300 плюс-минус рупий почти все блюда в этом диапазоне поэтому недорогая идея и не дешево сильно в общем средние цены для гуанских кафешек пляжных здесь вроде бы готовят как бы неплохо судя по отзывам картофель 340 картофельные дольки в общем как-то так я закажу себе свой любимый манго джуц и буду провожать в отличие от других шеков не таких популярных как food planet людей здесь намного больше занято очень много столов шезлонгов популярное место сюда идут на солнце постоянно народ стягивается сарафанное радио один другому сказали все как бы облюбовали это такое название food planet есть food planet 2.0 он находится вдоль дороги основной вот такой от манго джуцик не принесли холодненький класс с видом на закат красота да и только вообще такие закаты как в гоа мало где есть но на пукете тоже красивая то есть везде где солнце садится в море то есть четко за горизонт океана эти закаты потрясающе как правило ну везде все равно присутствуют свои краски пока не увидел еще никого со своих знакомых но надеюсь что скоро сюда кто-нибудь подтянется будет когда-нибудь компашка саму скучновато джусы здесь делают очень густые смотрите она он вообще как такое не желе а как пюре знаете вообще не разводят водой поэтому очередь . и очень вкусно и полезно красивые люди тут ходят тут рядом и образуется барабанный круг кстати тоже где играют на барабанах туда сходятся люди люди все у кого есть барабаны садятся в круг и тарабанят вот там вот он находится на полянке здесь такая терраса в несколько ярусов нижний ярус находится чуть ниже и верхний на котором сижу я а он друзья кстати барабанный круг о котором я вам говорил народ и барабанят барабан солнышко уже скоро спрячется на супер вечер в общем в общем чил вечерний тут пленных продолжают людей людей довольно много некоторые еще купаются он такой сосед у меня или соседка развалилась на песке собака что ты жарко тебе да лево 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 отдыхает вечерний чилл заказал себе на ужин чикен тандури здесь в Кутклене попробуем тоже такое популярное блюдо его много часто кто заказывает и я не разу как-то его и не пробовал это тоже так с индийской темы сейчас снимем пробу так сказать подсветка здесь прикольная такая розовый розово-оранжевый оттенок такой классно создает уют красиво что-то я пока сегодня не встретил никого со своих новых знакомых гуанских может еще кто-то подойдет мне надо приехала чикен тандури вот так оно выглядит такая подача у них прикольно аппетитно здесь соус какой-то такой вот зеленого цвета салат овощи на пару приготовленные или обжаренные не знаю точно и курица вот кусочки 4 курица ну как бы половинка курица стоит где-то 290 рублей по-моему в меню такая была цена с овощей тут баклажаны фасоль курица крючковая как она правильно называется грибочки цветная капуста и свежие овощи тоже салат помидорки вот такая вот красота сейчас попробуем как это все на вкус что тут такое вкусное в нем овощи прикольные сейчас миску ну ничего соус классный такой в меру острый ну это заведение славится своим сервисом вообще своим уровнем кухня здесь вкусно готовят курица хорошо хорошо прожарена но не сухая довольно таки прикольно я первый раз тут вообще как бы ужинаю до этого я ни разу не был проходил только мимо ну вот блогом местных блогеров которые здесь в Гуашке уже давно это одно из самых таких популярных мест на столе также есть соль перчик можно все доперчить досолить кому как нравится салат например вот он не соленый а овощи хорошо приготовлены не пережаренные не перетушены такие вот ну видно что повар здесь на уровне такие дела мне нравится картинка свет вот этот разный разных светов придают такую уютную такую атмосферу скажем так никто что не пришел сегодня с моих новых знакомых здесь голландских пока я никого не видел не артема джиза сэндзен который гитарист не кого то другого хотя здесь довольно часто собираются именно на сенсет местные так сказать жители русскоязычного комьюнити ну сегодня что то никого ну сейчас уже пошла полоса предновогодних праздников на которых в которых вернее вот тема например понимает много участия в разных местах играет заказы пошли то есть время такое как бы подзаработать денег вот такие дела ладно буду кушать свой тандури приятного аппетита всем кто тоже за столом всем доброе ганское утро друзья хочу вам показать одну из улочек мандрема утром когда только все проснулись торговцы открывают свои лавочки и начинается новый день в гоа это мандрем повторюсь это одна из улочек мандрема посмотрите какая красота как волшебно падает свет с утра на все что вокруг на зелень на пальмы и сейчас я хочу по этой улочке пройтись это такая уютная улица я ее недавно обнаружил как бы она выходит тоже к океану кстати океан даже вот отсюда видно вот там вот он находится ну мы сейчас пройдем с вами по по улице по всей этой улочке тут много таких различных магазинчиков вот торговцы открывают их свои лавочки все пробуждаются короче жизнь вот уже открылись и с утра поливают улице водичкой потому что пыль а если полить пылью нету смотрите дом какой красивый кафе много всяких различных лавочек ближе к морю там находятся отели вот вот такая лавочка утром как то по особому тут все когда еще нету такой суеты хотя уже так народ проснулся хотя еще пораньше выйти но не получилось тут вообще какие то либо планы не сбываются как бы планируешь одно а получается как получается вот спа Амрут Хаккерала Гурдеда Мандрама это деревушка которая находится рядом с Арамболем вот смотрите какой отель и наверху вон там вот терраса получил такой для йоги даже подписано где йога зима там проводят занятия по йоге все украшено звездами гирляндами новый год на носу сегодня двадцать седьмое декабря смотрите какая пальмовая роща тут такая дорога идет между отелей между домов такие домики уютные улица здесь заканчивается в принципе проездная как бы машины дальше не едут и здесь такая вот пешеходная тропинка ну на байках сюда ездят и она вся буквально поросшая здесь как лесом спальм смотрите как красотей песня уютно уютно красиво впереди находится тоже какой-то отель наверное или ну скорее всего да какой-то отель и окна красивая не стоит такая дымка ну вернее это не дымка это обычный дым скажу вам честно потому что индусы им по барабан видите сколько вот кострище вот они все жгут они вот сжигают то есть этот мусор вместо того чтобы вывести куда-то это все естественно задымляют все окрестности ну именно это как бы по барабану обалденная вот эта вот тропинка у нее такая аллейка это не тропинка идущая к морю тут как в какой-то не знаю таком в лесу ну в лесу все здесь построено находятся вот эти вот отели виллы такие вот это вот тоже отеля они кстати его еще строят там ремонтная работа идут здесь очень много живет крестьян видите здесь стоят такие вот ну не везде но много где распятие кресты тут тоже дом симпатичный с такими балконами здесь идешь как бы ну все полностью как подарка вот этих пальм такое ощущение интересное и тут дорожка это поворачивает смотрите какая она снизилась плетенка видите с пальмовых листьев пальма используется везде плетут дорожки какие-то вот вот такие циновки как бы не знаю как правильно назвать там сейчас мы выйдем кафешке которая ну шек так называемый пляжный граффити кто-то забабахал и выйдем уже сразу же за кафешкой начинается пляж смотрите как тут уютно все вот это все растительность нам придает такую какую-то ауру прикольно и вот мы уже в принципе на пляже здесь такой вот шейк народ с утра уже кофеёк гоняет вот такой вид я недавно нашел этот маршрут как выйти на пляж и мне он понравился здесь как раз начинается такой промежуток пляжа где нету шейка вот этот вот только через который я сюда вышел и все дальше дикая местность вообще ничего нету этим из-за этого меня здесь прикольнее чем вот в той стороне где находятся все в основном основные шейки арамболя мандрыма вот тут планет там все в той стороне здесь вот такая территория сегодня волны чуть-чуть есть народ он купается видите здесь вообще вот мелководье получается от берега нужно идти метров сто и там только можно купаться здесь вообще глубины нету до берега по колено даже меньше наверное такая вот отмель как бы получается но вот такое чудесное утро сегодня решил хоть раз выбраться с утра поснимать мандрами а то живу и и никак у меня не получается уже две недели проснуться и сделать какое-то видео снять для вас утреннее сплю часов до двух здесь какая-то сонная лощина в этом гоа но этот шейк довольно дорогой он дороже чем food planet цены здесь повыше и здесь в основном иностранцы ну европейцы в основном тут сидят мы мы так идем обратным маршрутом байк у меня там остался вот так выглядит утренние мандры здесь тоже индийская семья живет какая-то это все домики местных вот эти скромные ну а вот эти виллы это уже для туристов все сдается такая красота додавила уютная красивая балкон с такими баллясинами и все это это пальмовая роща красиво ну только что в них вот это вот пофигизм вот нафиг вы сжетины дым потом стоит тут и так пыли полно от этого грунта видите даже на плитке вот такая вот красный такой налет потому что здесь почва имеет такой красный красный оттенок вот здесь вот нету плитки видите только такой цвет и это пыль стоит везде они еще вот этим дымом выращивая птички поют класс мандры мне как-то даже больше чем арамболь нравится какой-то более уютный такой хотя в арамболе тоже там есть такие места улочки куда можно зайти и там будет тоже так ну все равно какой-то более суетливой что ли а тут мандрами как в этом в раю тишина в арамболе там где майн-роуд где дорога подходит к пляжу куда все на санцет ездят там каждый вечер такая тусовка такой бум этих байков в машин все туда прутся вроде бы километре оттуда не такой закат или океан как-то по-другому выглядит все же точно так же ну блин что-то туда вот прется байка и хотите здесь 90 процентов народа ездит на двухколесном транспорте можно при одеться сразу же ну вот уже почти дошел до своего байка короче вот такую улочку вам показал чтобы прочувствовали вот этот вайп утреннего мандрыма индианки садятся в машину в своих красивых одеждах вот тоже такой переулочек пальмы здесь конечно закрывают половину всего пространства за счет этого тут такой уют и тень вот такие статуэтки можно приобрести с изображением Будды Шива Ганешика в общем всех индуистских божеств вот такая вот собака прикольная классная статуэтка видите здесь каждый день нужно вот эту всю пыль протирать потому что от проезжающего транспорта все в пыли было бы конечно хорошо если бы запретили по этим улочкам ездить хотя бы машинам вот видите машины машины это сейчас вот полили они с утра и пока мокрый асфальт дорога мокрая пыли нету но когда высыхает тут но не специально торговцы всегда поливают потому что если они будут поливать все вот эти халаты которые тут висят они будут цвета вот этой красной глины потому что они находятся прямо на дороге торговая точка вот такая красотень это в того я и занимаюсь ну реально же красиво вот с утра вообще тут волшебство она была еще пораньше опа смотрите какие тут товарищи свинота ходит гуляет хрюша у хрюши на спине сидит ворона и хрюша вообще по барабану наглая какая ворона это вообще самые большие разбойники ничего не боятся дом прикольный человек птицы какие-то поют класс сезон в гоа в принципе буквально только начался сейчас только только начался сезон и и народ прибывает с каждым днем все больше и больше в гоа туристов все больше и больше поэтому тут сезон как бы начинается вот именно перед новым годом там раньше ну есть люди но не так много и вот почему то так как то принято не принято по статистике люди которые съездили в гоа в таиланд там еще где то вот в гоа возвращаются сто десять процентов какой то не знаю магнетизм наверное присутствует что сюда людей тянет не знаю какое то свое волшебство ну честно сказать это все зависит от того что здесь есть общение здесь есть комьюнити которая объединяет людей и люди сюда едут за общением за таким вот своим вайбом которого как бы нету в Таиланде Таиланде инфраструктура развита более да там все цивилизование там больше магазинов там всех делов ну в плане вот именно такого цивилизации там более так сказать все на голову выше развита но вот это вот именно такая деревенская жизнь индийская которая присутствует вот здесь в мандрыме в арамболе сиалим там ну короче здесь куча деревенек и это все как бы людей сюда тянет за вот этой вот простотой тут не нужно никаких понтов понимаете там никто ничего никаких тут распальцовки никакой нету то есть здесь одеваются все ну чисто есть даже такое понятие как гуанский стиль понимаете то есть свои свой прикид такой индийской ныряшливый скажем так хипарский пофигу сюда приезжают люди которые ну реально имеют серьезные доходы довольно не бедные ну здесь они превращаются в таких вот как некоторые говорили он по выкидали дома лежат сюда приехали вернее первый раз как бы на курорт всех же понятия курорт это что отель хотя многие приезжают именно в отель изначально да но потом когда они вникают во весь этот всю эту атмосферу голландскую они трансформируются и пристают вот такими тоже голландскими как бы жителями и за счет этого меняют свой стиль свои как бы ну привычки свои вообще все все понты уходят куда-то вот и начинают жить совершенно другой жизнью уже потом сюда приезжают на какие-то месяца не в отель а просто снимают жилье дом квартиру ну кого на что хватает денег и живут здесь эти все сумки гуччи браслеты dior of ski выкидают ходят босиком ну короче то есть они понимают что ценность жизни вообще не в этой фиге здесь пофигу что ты сколько там у тебя денег ты все равно тут выше головы не прыгнешь тут нету лакшери какого-то тут все вот так вот по простому скажем так но это уже знакомое вам место пляж на которой я в основном проезжаю покупаться мне здесь нравится больше всего еще здесь самый вкусный манго джусу со льдом лучше нигде не делали даже в хваленом этом food planet не такой здесь просто он божественный заезд сюда через такую арку я сюда ходил первый день когда пришел на пляж вообще пешком еще меня байка не было вот сюда спускаешься и здесь находится такой вот магазин кафешка ну как магазин такой мини-рыночек как бы продают надежду очки магниты можно купить и вот такая кафешка рядом но здесь как правило сколько я ходил почти никогда никого нет учета все потому что сидеть тут у этой вот речушки которая здесь течет как бы удовольствия мало что здесь делать хотя такая довольно чисто сказать что это речка вонючка и не сказал вода прозрачна даже рыбеха плавает какая-то ну по-своему прикольно смотрите какая красота утро вороны каркают тут ворон дофига и больше такого количества ворон я не видел в таиланде там как-то их нету там здесь вот вороны вороны а все в основном через вот эту вот кафешку и ну вот этот вот place который я прошел все через него ходят он же здесь вот этот мост и там находится пляжный шейк мандр мандрым шейком называется там есть шезлонги и можно загорать лежать зонтики навесы такие подделали они в общем все для пляжного отдыха и вроде бы как бы на пути они уже так как бы борятся с этим что сюда приезжают ставят свои байки на их не парковки которая обозначена там подпись типа паркинг частной ну все говорят мандрым шейк и они как бы окей ладно то есть а пойдешь ты в этот мандрым шейк или пойдешь куда-то дальше пошли никто тебя не контролирует поэтому удобно подъехал потому что на байке на сам пляж не заедешь здесь нет подъезда вот есть тут пляж он уже в соседнем штате махараштра называется paradise beach туда можно заехать на байке гонять по пляжу а здесь как бы по пляжу там где песок плотно лежит ну который водой утрамбован там можно кататься ну вот по вот этому песку на байке не проедете вы зародитесь просто и кончится все тем что этот байк придется на руках вытаскивать вот этот шейк тоже неплохой мандрым бич он называется шезлон она вставили уже в 10 раз больше когда приехал тут стояла на 5 7 шезлон все у нас сегодня уже все тут заставлено лежать нужно как вот здесь так и вот на этих зондика вот кстати и рыбаки которые вытащили сеть или даже сейчас вытаскивают вот у них кстати можно купить рыбу без проблем свежайшую прямо с океана смотрите сколько ж сетей сеть идет туда метров на стоящих просто громадная они видимо ее сюда ставят на ночь а утром вытаскивает вот сейчас еще этот процесс продолжается видите какую огромную такую петлю сделали рыбешка он потихонечку выплывает на берег и здесь его выбирают из сетей складывает вот этот чинок наверно с обрезанной канистры вот так вот рыбачат в гоа кто не видел посмотрите местные рыбаки улов вот такой вот улов вот такая рыбеха не знаю как она называется ну можно купить но я сейчас не еду домой поэтому таскать я с собой она может долго не выжить такой процесс рыбалки прикольная попал видите как раз сколько раз был не видел здесь вот на пляже рыбаку такая рыбеха вытаскивают сети вот такой палкой ну что руками не вытащишь сильно большая большая площадь сетей это не не 10 метровая сеточка я не знаю тут несколько сот метров то наверно пол километра вот и там вот другие тащат вот там на том краю и всем видно я просто солнце слепите да вот здесь вот один край сетки там 2 здесь и вот такой вот подковой вытаскивает этот нелад класс вся рыба примерно одинаковая видимо стая там ходила этой рыбехи вся она одной породы интересно может что-то крупное вытащит иногда бывает достают попадают в сети морские змеи они кстати очень ядовитые у них яд даже сильнее чем наземных каких-то змей там кобра и так далее читал я такое интересно вот так тащишь да и не знаю что там может быть в этой сети а рыба вся сбивается сбивается в этот гузырек вот именно там наверно будет самое интересное может там какие-то монстры попали вот такой вам пляж мандрыма в десять утра рыбачки прогуливающийся народ ну все как обычно здесь постоянно ходят вдоль пляжа потому что берег позволяет и очень удобно ходить по этому песку и трамбованно и ногами грузнет вдоль самой воды так ну шо удивят нас рыбаки чем-нибудь блин жарко тут же и стоять под открытым солнцем интересно что же там будет в этой сети еще ну не густо вот такой то есть на там на пять метров одна рыбеха вот видите попала чуть дальше он еще одна такая же того чувака который тащит выкину они видите как запутанные платки шляпы потому что нужно сгореть если целый день тут торчат на этом солнцепёки медленно-медленно сеть выходит выходит из воды ну короче друзья я камеру выключу если будет что-то интересное будет какой-то достойный улов я вам естественно включу и покажу они поднимают сеть чтобы когда вода волна перехлёстывает чтобы рыба не уходила не могла перепрыгнуть через сетку нужно когда идет гребедь волны он накрывает поплавки они не успевают подняться и рыба может перейти короче уйти из этого не вода на свободу что-то кричат сюда там суета короче интересно дождаться момента истины видите три человека и все подымают подымают сейчас будет самый жир так сказать в этом тупике сетки кольцо сжимается сейчас уже достану уже закончился этот муссун муссун муссон кто как его называет здесь гуашки дождей две недели или даже больше уже нету поэтому можно сказать что жара теперь надолго так уже почти вся сеть на берегу сейчас еще немножко еще чуть-чуть что-то пальцами показывает наверно там что-то такое плещется чтобы они видят так и мы же здесь тут как тут блогеры ротозеи не ну интересно что я думаю вам интересно и мне интересно как рыба 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 что ж там за рыба такая ага ну пока мелочь пузатая короче так все сеть вся на берегу ничего тут такого не видно а не он есть какие-то такие кабанчики вот рыба такая покрупнее он одна какая-то типа ската какого-то или акула они не акула а он сказал выпустите видите нельзя наверное ловить либо это маленькая она они их выпускают может просто запрещенная вывал скаты нельзя их вылавливать ну вот наверно такая рыблёха прикольно когда-то видел как змею вытащили морскую я уже говорил вот скатики он маленький скат малыши карандаши они серые их на фоне песка и не видно они маскируются четко вот такие ничего рыбины вот сейчас они будут эту всю рыбу выбирать из сетей можно подходить и в них покупать свежую рыбоку с удовольствием продадут то что не распродадут здесь на на побережье на берегу сдадут торговцам на рынке и будут их продавать этих рыбин уже на рынке короче ох вообще малышу попал смотри какой малыш малыш спасите помогите народ собрался всем интересно в основном мелочь всякая кульки даже он из-под каких-то чипсов повытаскивали видите в море дофига всякой гадости так ну в принципе рыбалка окончена нужно идти загорать такие дела друзья такая жизнь в гоа рыбку ловят я вот кстати на пхукете ни разу не видел рыбаков ну вот так вот сетями там вытаскивали откуда-то рыбоку лодки там уходят в море они там ловят какими-то снастями я не знаю а здесь вот именно так очень часто хотя и на лодках они выходят в принципе вот эти сети они завозят на лодках лодка заходит обходит такой вот шпалукруг раскидает эту сеть правильно и потом уже когда ее достают два конца выводится на берег может даже сначала они с лодкой ну лодкой тянут вот эти вот два конца этой подковы сеточной ну а когда уже на берег этот краюшек вытащили тогда они тащат вот такими вот палками большими так вот сейчас я где-то здесь и размещусь подальше от народа для того чтобы занять вот эти шезлонги не нужно никаких оплат делать просто вы можете заказать буквально бутылку кока-кола или пиво в этом шейке которому принадлежат эти шезлонги и без проблем здесь валяться в целом день никто с вас не возьмет больше ни копейки ну можете пообедать там как бы нужно каждый по своему желанию так я наверно где-то здесь в краешку пристроюсь и буду чилить вот такой вот здесь пляж здесь везде полугий вход нету крутых никаких тут обрывов детям вообще шикарно купаться на этих пляжах голландских очень комфортно, хорошо но иногда бывает обратное течение это такая короче фигня когда какой-то коридор воды там допустим 100 метров резко начинает образовывается течение которое уходит в открытое море и довольно быстро человек не успевает выгребать в сторону берега с него нужно выходить если такое случается плыть параллельно к берегу то есть в сторону не против течения а под 90 градусов и где-то то есть даже если вас отнесет метров на 100 на 200 в море оно все равно закончится и вы спокойно доплывете главное не паниковать потому что многие люди в панике когда они понимают что какая сила их начала уносить в море они начинают короче ну включается паника а паника как вы знаете это нездоровая фигня и бывают печальные случаи все Продолжение следует...